В Чувашии появился первый энергоэффективный дом. Подать представленную технологию с умным домом не стоит. В доме нового поколения применены альтернативные возобновляемые источники энергии. Так называемая независимая энергосистема. Дом в 215 квадратных метров обогревается за счет геотермальной системы. Тепло забирается насосом из земли. Солнечный коллектор в любую погоду обеспечивает энергией для нагрева воды. Для гарантии всю систему страхует резервный газовый котел. Вот так выглядит дом будущего. Застройщики вместе с Минстроем республики обещают экономию на коммунальных платежах. Реализовано здесь очень много интересных идей в части энергоэффективности. И как при эксплуатации, так и при строительстве. То есть тепловые насосы, рекуператор, теплообменник, энергосберегающие теклопакеты на окнах. Также ограждающие конструкции, которые по энергоэффективности три раза выше обычной. Не нужно забывать, что вот эта прохлада, которая там, она на самом деле абсолютно бесплатна. То есть это та прохлада, которая достается нам сейчас от земли, которая в принципе идет от теплонасоса, который находится на глубине от 5,5 метров. Применить такую систему в обычном уже построенном доме, увы, нельзя. Энергоэффективность закладывается с фундамента. О результатах проекта можно будет судить спустя время. Сколько таких домов появится в Чувашии, пока сказать затрудняется. Проект не из дешевых – 12 миллионов рублей. Впрочем, возможно, стереотипы жителей нашей страны сломать все же удастся. И люди научатся экономить не только свои финансы, но и дары природы. Данифа Тагирова, Андрей Спиридонов, Республика.